Приветствую всех! JobSchool, с вами я Достон, и мы продолжаем изучать английский с вами на курсе «Английский за 26 уроков». И в сегодняшнем эпизоде мы с вами научимся, как же выражать благодарность на английском языке. Кроме того, как говорить thank you, какие же еще есть способы выражать благодарность? И давайте же начнем наш урок. Как можно просто сказать «Я желаю вам что-то»? Давайте пожелаем что-то человеку, к примеру, пожелаем успехов. Как будет успех? Good luck. Успех. Как существитель? Success. I wish you, к примеру, success. Every, да? Yes. Success. I wish you every success. Добавил F, C. Пожалуйста, Ахмат, I wish you здоровья. I wish you good health. Good health, да, можно, да? Best of luck. Good health. Хорошо. Что еще можно пожелать? Счастья. I wish you happiness. Happiness. I wish you happiness. Happiness. Желаю тебе счастья. Всего хорошего, да? Всего счастливого. Ахмат. I wish you best of everything. То есть касается всего, да? Или я желаю тебе любви, Афтуна. I wish you love. I wish you love. Хорошо. И мы также можем сказать от всей души, да? И для этого with all hearts. With all my heart, можем сказать. И мы его можем поставить в начало. With all my heart. От всего сердца, да? Heart. Я желаю тебе, скажем, что еще можно пожелать человеку? Да. Чего-то хорошего. Нилка. Очень good job, да? Новое. Давайте скажем, когда человек куда-то отправляется, чтобы у него было все хорошо, мы можем сказать хорошего, скажем, путешествия. Как это можно сказать, Ахмат? Have a good trip. Have a good trip, да? Или же journey, да? Have a good journey. Или просто можно. Have a good time. Хорошо проведите время, да? Have a good time. Или good trip. Have a good trip. Trip job. Да, trip – это означает путешествие. Да, да, да. То есть, когда кто-то уезжает куда-либо, да? Путь, счастливые пути, можем сказать. А просто удачи пожелать человеку. Good luck. Good luck, да? Best of luck, можно, да? День рождения тоже, может. Да, чаще всего мы, конечно, поздравляем, когда у человека день рождения, возможно, да? Или какие-то события произошли, да? Как мы можем пожелать день рождения? I wish you... I wish you on your birthday. Что ты хочешь сказать? On your birthday, например, good health, так же, да? Можно пожелать, да? В твое день рождения я желаю тебе что-то. Давайте скажем, твое день рождения, Кира, я желаю тебе удачу и всего хорошего, короче говоря. I wish you on your birthday good luck and all of the best. Best of... Best of... Yeah, best of... Everything. И, да, когда у кого-то день рождения мы можем допускать I wish you... В твое день рождения? On your birthday. On your birthday. Good luck. Good luck или good health. Good health, обязательно, да? И best of everything. Также у нас бывают случаи, когда мы бываем в официальном стиле, обязательно его, возможно, нужно знать, когда по работе что-то, да? И здесь мы можем использовать такие выражения, как примите наши наилучшие пожелания, да, или тёплые сердечные пожелания. Это мы можем сказать, как accept my, там, warmest или best wishes, да, какие-то пожелания, wish, да? То есть wish может быть как глаголом, так и существителем. Please, пожалуйста. Наши, да, мои наилучшие, best of the best, или, да, best, warmest, да, тёплые warmest, или synchrist, это получается искренние. То есть примите наши пожелания, какие-либо, да? И когда вам говорят эти слова, что мы можем просто ответить? Спасибо, да? Thank you. Thanks. Ну, также можем сказать, чтобы это сбылось, да, в будущем можем сказать там, ну, дай бог, если это случится, да? Please, God, или God, so help me, God, да, можно сказать, да? То есть желаем, чтобы сбылось. Please, God. Или также можем сказать, Ахмат, давай скажем, было бы неплохо, если бы это сбылось. Would not be... Было бы неплохо. It would be fine, да, можно сказать, да? It would be fine. It would not be a bad idea. It would not be a bad idea. То есть, ну, неп... То есть, да, можно сказать, что... Это была бы неплохая идея. Да, неплохая... Ну, не совсем идея, было бы неплохо, да, то есть... Надеюсь, сегодняшний эпизод помог вам выучить некоторые слова, которые вы можете использовать в формальной и также неформальной речи на английском языке, выражать это в e-mail, в письме где-то и так далее. А мы с вами увидимся уже на следующем уроке. See you in the next episode. Bye-bye.